И такие неприятные сюрпризы туристы оставляют не только на Анапских пляжах. Вот, например, укромный уголок в Утришском заповеднике. Среди зеленых можжевеловых лесов затесались пластиковые бутылки и салфетки. А ведь этот лес – дом для сотен видов животных и растений. Мусорить здесь все равно, что оставлять грязь в чужой квартире. Заповедник Утриш – уникальный природный комплекс со знаменитыми можжевеловыми лесами и другими реликтовыми растениями. Например, здесь растет дикая фисташка, которая может жить до тысячи лет. Однако для жизни любого дерева нужны комфортные условия. В первую очередь – почва без раскрошенного пластика и пакетов. Простая пластиковая бутылка разлагается в природе от 500 до 1000 лет. От 500 до 1000. А простой пластиковый пакетик, которыми мы направо и налево разбрасываемся, разлагается от 300 до 500 лет. И такую многовековую память о себе туристы оставляют целыми мешками. Чтобы спасти местную флору и фауну, руководители управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края организовали акцию «Сохраним природу вместе». К ней присоединились десятки активистов – волонтерские организации, местные жители, молодежь, а также депутаты и сотрудники администрации курорта. Куда забрасывают, далеко, да, люди? Смотри, лень отнести в мешок. Ай, конечно, да, страшное дело. В отличие от Анапских пляжей, сюда море не приносит ни одну бутылку. Все, что активисты находят на земле – следствие человеческого бескультурья. Находим пакеты, бутылки. То есть, на самом деле, непонятно, почему люди не могут собрать, вынести за собой мусор. Культура должна быть, мое мнение такое. То есть, воспитание правильно должно быть, чтобы люди понимали и ощущали ценность этого, и оберегали нашу природу. Уникальные места, самые лучшие в России. А ведь у Трижский заказник – особо охраняемая природная территория. Здесь отдыхающие умудряются даже разводить костры, что недопустимо сейчас, в период пожароопасности четвертого класса. Вследствие обеспеченности туристов – оставленные мангалы. Наша съемочная группа насчитала три такие стоянки в нескольких метрах друг от друга. То, что я вижу здесь со своими волонтерами, которые сейчас убираюсь, ну это просто беспредел. Столько количества мусора, салфеток, бутылок. Неужели нельзя это убрать за собой? Я понимаю, что нужно вытирать руки, следить за собой как-то, санитария и так далее. Но возьми в пакет, возьми в портфель, унеси это с собой. За несколько часов активисты очистили территорию заповедника и участок лагуны. Руководство города предоставило тяжелую технику для вывоза мусора. По словам организаторов, такие масштабные субботники на Утряше будут проводиться регулярно. Свой вклад в большое дело может внести каждый. Нужно всего лишь убирать за собой мусор после отдыха. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.